Царство вечной мерзлоты, огромный ледник в пещерах. Комплекс находится на выезде из Якутска, работает круглогодично. Зимой здесь можно погреться. Сегодня здесь на улице минус 40 градусов, а в пещере минус 10. Не тающий ледник, необычные ледовые скульптуры и множество выставочных залов. Все это привлекает тысячи туристов со всего мира. Огромный наплыв посетителей здесь отмечают летом. Очередь в музей выстраивается с утра. Потолок, пол, стены, все здесь покрыто красивыми кристаллами льда. А в разноцветных переливах все это напоминает северное сияние. Вечная мерзлота – это лед в грунте. Замерзшая почвенная влага поддерживает постоянную минусовую температуру. Говорят, в советское время здесь было овощехранилище. Позже в заброшенной пещере появился музей ледяных скульптур. Каждый год обновляется где-то не полностью, но фигуры старые убираются со старой и новые. Вот, например, детям Азии сделали одну комнату, обновили и на проходе фигуры поставили. Вот мантенка тоже. В пещерном лабиринте две штольни. Протяженность каждой 130 метров. Заблудиться здесь невозможно. Комната рыбака, хозяина природы Баяная, ювелирный зал. В царстве всего 16 комнат. Холодно очень. Оделась как-то на Северный полюс, все равно мерзну. Удивительно, что летом все это сохраняется. Не тает даже. Мифологическая, наверное, часть. Верхний мир, нижний мир. Интересно. Такого вот нигде, наверное, больше не увидеть. В отдельном грудь находится экспозиция палеонтологического музея. Здесь и выставлены кости первобытных животных. А в соседней комнате можно организовать шахматный турнир. Тронный зал властелина холода Чесхана. Здесь он ежегодно вручает российскому Деду Морозу символ холода – посох. В центре комнаты стоит трон правителя холода. На полу лежит шкура медведя. В пещере можно покататься с ледяной горки и даже полежать на ледовой кровати Чесхана. Мне очень понравилось. Очень все впечатлило. Очень яркие эмоции я получила. Это все так необычно. А это ледяной бар. Здесь можно выпить напитки из самых настоящих ледяных стаканчиков. Говорят, они со временем тают и их постоянно обновляют. Посуда одноразовая. Делают ее сами. Техника проста. Налил, заморозил и слил. Зимой стаканчиков делают много. Заготавливают для лета. Форму заливаем. Резиновые формы. Заливаем, а потом заносим. Отогреваются и они выходят с формы. А большие бокалы под шампанское вручную делаем. Вручную. Сверлим. Сверлим отверстие. А окружность, квадратики делаем и ножом якутским округляем. В баре можно попробовать национальную якутскую еду – строганину. Правда, за рыбу надо платить. Это, конечно, впечатляет. Очень удивительно. И освежает. Царство вечной мерзлоты – это не только экскурсионные программы. Здесь проходят бракосочетания, свадьбы, священные обряды очищения и благословения. Посетить этнографический музей приглашают и мирнинских туристов.